Представляет Петербург, и на нашей экране наконец выводит изображение. Кунгджин против убийцы кунгджинов. По-моему, ему пора Лар-убийце кунгджинов делать приписку. Посмотрим, докажет ли это Лар. Ферстке забирает грид, но не конферна, к сожалению. Это не выходит на комбу, пропускает Лар оверхетт. И пошел демочок. 36, и Лар в углу, нужно угадывать. Пропускает лоу. Очень солидно грид начинает. Он просто избивает Лара в углу. Лар, скорее всего, метр раздрагить не будет, да, потому что довольно рискованно. Идет он в риск. Хорошее наказание. Но блочит это грид. Молодец, грид. Почти флавлос. Расхваливали, расхваливая Лара, а начал он не за здравие. И отличное арморное колесо ловит он грид на попытке что-то сделать. И вот как раз, как только грид заблочил тот лоу оверхетт стринг, Лара делает, естественно, эту палочку, про которую говорил. И грид ее пропускает, потому что встает он на второй хит, боится оверхеда, которого в этом стринге и нет. Вырывается из угла через свои ручки, но очень мало остается здоровья. Здесь просто сейчас программа как минимум, как можно больше метра сейчас накопить. Хотя у него и так максимально, и тогда не накопить Лару. Не дать накопить его Лару. Поэтому просто отпускать блок, наверное, в этой ситуации. Почему? Ну, надо всегда пытаться камбэкать. Здесь очень мало метра даются за, когда вы получаете урон. То есть если Лар не бьет тебя в блок, а ты его бьешь, или он тебя бьет, в принципе, ты ничем не рискуешь. Поэтому можно просто камбэкаться. Отлично прочтел армор от грида и через НДЖП наказывает. Вставляет вот здесь же в углу, не попадает под среди ударов. У грид совсем нет метра, надо как-то выходить. И не дает Лар. Все, если не дропнет комбо, это 1-0. Да. Как хорошо начал. Флоулес. Как хорошо начал грид. Этот парень делает флоулесы просто Кунг Джином, как по заказу. Начало грид было очень впечатлительным. На тебе флоулес. Впечатляющим, простите. А в итоге, в конце концов, сам проиграл. Не потерял одного удара. Не нанеся. Не угадал сначала Лара пару миксап, соответственно, тут же умер в углу. И потом очень много не угадал грид. И умер еще быстрее два раза. Мы раньше рассказывали, что игра двух Кунг Джинов это очень быстрая игра. Посмотрите на скорость, с которой играют сегодня Лары Грид. Да, это два персонажа, которые бьются, скажем так, именно баджи с вариацией Кунг Джина, они бьются лицом к лицу, то есть близко. И очень быстро друг друга вскрывают. Есть у них куча опций, чтобы открыть блок, скажем так, оппонента. И поэтому убивают они друга за секунду. Пару раз ты ошибся, все. Нет уже здоровья, смотришь наверх. А, где? Что я только начал? А ты в углу, а у тебя еще гид по блоку страшный. Сделать ты уже ничего не можешь. Как часто используют этот локоть. Я с Ларом тоже немножко наигрывал. Пытался, точнее, с ним поиграть. Но этот локоть я постоянно тоже съедаю, как сейчас Грид его кушает. Это и антиэрс считается, и как подход получается. Если ты где-то там на расстоянии попытаешься какой-то удар сделать, он через локоть атакует и всегда наказывается. Это, наверное, лучший удар на самом деле Кэсси из всех, что у него имеется. Еще одна попытка, еще одна попытка. Потому что он очень длинный, он очень быстрый, он ловит вифы, он ловит, да, на прыжке может в какой-то степени поймать и позволяет начинать атаку через него. Очень Гриду сложно, очень уверенно забирает Лар. Просто лайка босс. Показывает, кто взял шоудаун. Ну, кстати, в чате игроки находятся в скайпе, в общем. И Грид был уверен, что сможет перебороть Ларом. Кстати, сейчас два миксапа Лар пропускает, и полхп как не было, он в углу. Ловит его Грид опять. И хочет он ответить на флоулес своим флоулесом, если сейчас не угадает. Да, флоулес от Грида. Пока нет. Хотя бы один хит. Я бы на месте Лара просто тыкал Поку, потому что все равно умираешь хотя бы хит. Чтобы не было этой грязной надписи, которая так мораль портит. Вышел из угла через бег, ручка СНТ Эрил, очень здорово мог продолжить еще, но нет, растерялся, я сам, наверное, не ожидал, что она попадет. Опять пропускает Грид, а это стринг с палочкой. И снова, но не доделывает, и снова еще раз. Грид просто не верит, что Лар такой наглый, что он сделает его три раза подряд. В смысле, давай-ка ты помиксер. Конечно, если кушается, надо делать. Очень мало ХП у Грида. Да, если не дробник комп будет. Невозможно выйти уже из этого. 2-0. Честно, смотрится, в смысле, раньше, если бы я думал, что вот, сейчас будет играть Грид, будет играть Лару, я думаю, блин, Лару будет сложно, Кунг Джин, все дела. В смысле, прям вау. При том, что эти Кунг Джины еще на ПК-версии, да, мы же знаем, на консоль Кунг Джина был чуть ослаблен. Кейси тоже, но Кунг Джин, я думаю, чуть посильнее. Колесо сейчас, он... Вот, сейчас палка мастер. Смотрите, раз. Сделал одну палочку, вторую, но не додел. Два не угадал. Пожалел. Три не угадал. Точнее, не то, что не угадал, здесь даже угадывать нечего, не среагировал. Правильное слово подбираю даже сейчас. Просто, я не знаю, либо не готов, либо он просто не хочет блокировать стринг. Нужно начинать блокировать первый дарт и блочить, второй садишься. Нужно быть наигранным или еще как-то. Понятно, что стринг, опять же, как я уже рассказывал, путает с другими, где он стреляет вниз и потом оверхает. Из-за этого он так хорошо работает. Не было бы другого стринга с пистолетом, этот стринг бы никто не ел. Но когда тебе делают три раза подряд, будь добр, хоть и разок-то заблочил. Кто не получил первый метр, и опять через локоть получает этот самый метр. Сейчас будет забивать в угол своего оппонента. Да что ты делаешь? Лар уже просто даже не доделает это стринг до конца. Он не понимает, ты будешь блокировать или нет? Нет, хватило что ли стамины. Нет, стамина была полная, опять не среагировала. Просто сейчас своей пробежкой. А сейчас он был готов к этому стрингу. Он сидел внизу и тут же пропускает лава вверх, соответственно. Очень мало хрена. Уже не стоит, наверное, тратить метр, хотя грид пытается. Рискует грид, не конкретно. Попытался взять, потратил метр, думал, что сможет заточить в этом раунде. Что-то вообще страшно. Потому что бабушка будет на заднем плане кинута куда-нибудь или нет? Бабушка нет. Брезгует, брезгует, потрогает. Говорит, не трогай мою бабушку. Защищает он ее как может. Ты думаешь, это чья-то из них бабушка? Я вижу, как Лар ее, по крайней мере, защищает и не кидает. Вполне возможно, что ты какой-то его расходишь. Почти доводит до угла. И сейчас будет на конкурент. Лоу пропускает и не доделывает камбу грид. А это была ошибка. Тут же колесо и теперь Лар в атаке. Заметь, не пользуется. Поменять, чтобы, господи, в сторону. То есть после колеса можно немножечко пробежать вперед и поменять, что оппонент окажется в обуви. Это не делает Лар. Все-таки погибает бабушка. Лар за это. Но он не оставит в покое. Все, грид погибнет. 3-0. Убийца кунг-джинов. Все ликуют. Убийца кунг-джинов? Действительно убийца кунг-джинов. В смысле, не на шарах. 3-0. Грида просто. Соцсети я читаю.